Помыслы в сердце человека, 20 глава, 5 стих, глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Это относится ко всем, а к сестрам в 10 раз важнее. Потому что у них бывают помыслы внутренние, и, как правило, эти помыслы невеселые. Это, опять-таки, я уж не знаю, какие тут гормоны действуют, но я за 31 год супружеской жизни увидел такую вещь. Вот, например, оставь меня с утра дома. Я просто нахожусь дома один, ни с кем не общаюсь, никуда не езжу, просто один. И приезжай дома. Если я остался в хорошем настроении, приедь вечером ко мне, я буду в хорошем настроении. У меня плохое настроение, только если мне кто-то его испортил. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал, какая-то негативная информация, все, да? У женщины не так. Оставь женщину в хорошем настроении, ни с кем не общалась, никто ничего ей не говорил, ничего. Приедь вечером, она будет часто в плохом. Почему? Вот какие-то воды накапливаются, знаете, как вот в колодце бывает. Вот вычерпаешь, да? А там раз, и опять какая-то вот-вот-вот. И задача нас, для нас, для мужей, вот эти воды помогать женщине вычерпывать. Это не хочется. Потому что вот не хочется с ней. Потому что как женщине помогать вычерпывать воды? Братья, как? Вот как помогать женщине вычерпывать вот эти воды? Ее глубоких очень помыслов, которые вообще откуда-то там взялись? Вновь взялись. Опять к нам приходят на помощь святые Библии. И тут я хочу открыть апостола Якова, первую главу, 19 стих. И здесь мне особенно нравится, что он обращается именно к братьям, потому что это именно для братьев и совет. Яков, первая глава, 19 стих. Опять читаю по современному переводу. Так помните, если кто-нибудь из вас забудет, брат дорогой, помни это. Хочешь выжить в семейной жизни? Помни. Хочешь быть счастливым в семейной жизни? Помни. Помните, братья мои, любимые. Пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом. Вот только так можно вычерпывать вот эти воды, которые, этих переживаний, этих мыслей, которые накапливаются у женщины. Быть медленным на слова и скорым на слушание. Вы знаете, вот я вам честно скажу, не один десяток лет прошел в моей жизни, прежде чем я пришел к этому простому, но важнейшему откровению. Женщину нужно регулярно слушать. И все. Вы что думаете, и дальше? Просто слушать. Нужно регулярно слушать. Потому что, когда ты слушаешь ее, это уже решает ее проблемы. И вот драгоценное тут, очень важный есть момент, потому что мы, мужчины, мы так утомляемся. Мы там на работе себя поднимали, рисковали, что-то какие-то вопросы решали, друг с другом соперничали, подняли себя нормально тестостерон. Мы думали, ну устали, приезжаем домой, а ее надо слушать, супругу свою. А ты такой усталый. А у нее, ты видишь, там что-то глубокие воды там. И в этот омут даже страшно нырять, как выезд. И ты так посмотрел, посмотрел, и говоришь, дорогая, я так устал сегодня. Говорит, там катайся, мотайся целый день. Придешь домой, там ты сидишь со своими глубокими водами. Давай вот завтра на свежую голову. Завтра ты встаешь, приходит жена, а она все помнит. С надеждой, что вот теперь-то это. А ты говоришь, дорогая, у меня сегодня такой день непростой. И вот если я сейчас с утра буду этими глубокими водами заниматься, я не буду иметь сил на все дела. Поэтому давай потом на вечер оставим это. Вечером ты устал, на утро, утром тебе никогда, на вечер. И вот так вот у нас проходит часто. И мы не выслушиваем женщину годами. А у нее эти воды копятся. Там же все копится. И это все приводит к такому однажды взрыву. Ты такой думаешь, ничто не предвещало беды. Все было как бы нормально. Но я же обещал и в прошлом году послушать. Авраам 20 лет ждал там сколько. Че ей нетерпеливо какая. Не подождет пару лет, что ли. И послушаю, поедем в отпуск. И с утра до вечера буду ее слушать. А ей уже не отпуск. И ничего уже не надо. И вы знаете, драгоценные. И тут есть такой принцип. Вот поймите, что женщине надо, чтобы ее выслушивали. И запомните, братья, если ты не будешь выслушивать жену, найдется кто-то, кто ее будет выслушивать. И этот кто-то тебе не понравится. Слава Богу, если психотерапевт это будет. Ну, в нашей стране психотерапевты не такие популярные, правда же? Да и дорогие очень. Поэтому, скорее всего, будет как в Эдемском саду. Найдется змеюка и будет с твоей женой беседы вести. Это змеюка. Понимаете? И потом эта проблема придет в жизнь твоей жены через эту змеюку. И к тебе потом придет. И потом будет, Адам, где ты? Чего не разговаривал? Поэтому драгоценные, вот это важнейшая вещь для каждой семьи. Умение выслушивать. И тут, опять-таки, есть несколько очень важных моментов, которые нужно отметить. Прежде всего, драгоценные. Вот я хочу обратиться к вам, к сестрам. Надо уметь высказывать свои мысли, свои эмоции своему супругу, но при этом делать это без наездов и без претензий. Потому что я знаю, что вот у нас, как раньше было, особенно когда жена научилась ездить на машине, и она вот приедет, и там что такое, и она приезжает ко мне, думаю, и, дорогой, знаешь, я там поехала, а там этот, и тут меня подрезал, и кто прямо бибикает мне, бибикает, а я уже, это, думаю, тут уже пробка, а я уже не успеваю, и там это ехал. Я такой, подожди, 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 ты нормально доехала, все хорошо там было? Все? Да, доехала. Говорю, все, закончили. Следующая тема. Я не понимал, что у нее эмоции, которые возникли, что для нее поездка на машине, это был большой стресс, там бибикали, и тут спереди кто-то подрезал. И там это было, и так это было, и у нее это накопилось внутри, и она должна это высказать. Я думаю, подожди, ну ты же доехала, какая проблема? Проблемы нет. То есть я готов включиться, знаешь, но у нас все рационально для решения проблемы. Ты доехала, проблемы нет, что решать, зачем разговаривать? Следующая, следующая тема. Давай, следующий билет тени. Все, мы уже как бы начинаем дальше идти, да? Женщина понять не может, почему, да? И поэтому драгоценное, вот нужно уметь выслушивать. Но опять-таки, да, вот, например, вот женщина говорит, да, вот, знаешь, вот как правильно говорить, да? Вот правильно говорить так. Знаешь, дорогой, сегодня вот мне звонила наша классная, классная нашего сына, и сказала, что он там вот пришел, последние дни он не готовил домашку, что там нужно с ним заниматься, и вот это так вот, ты знаешь, она мне позвонила, и мне было так трудно, так печально было, думаю, ну наш сын, он же такой умный, и вот это вот, вот это, то есть она говорит свои эмоции, позвонила классно, ей было трудно. А можно то же самое сказать с претензией. И вот ты знаешь, мне позвонила наша классная, она вот сказала, что наш сын последние дни не делает домашку, а я тебе вчера вечером говорил с ним не сидеть допоздна, а вы сын смотрели, и ты еще сидел, я же говорю, на домашку идет, а ты же потом-потом, вы сидели, и сегодня она звонит мне. Вот тут же мужчина, вот в этот случай, он берет оборону. Говорит, а что до вечера не сделали домашку? Ты-то была дома? И пошло. И женщина вместо того, чтобы высказывать, делиться своими эмоциями, начинает спорить с мужчиной. Когда она начинает спорить, она начинает в мужскую позицию вставать, у нее вырабатывается тестостерон, и вместо того, а если у мужчины он снижает стресс, у женщины он повышает стресс, и в итоге происходит конфликт. Происходит конфликт. Поэтому, дорогие сестры, вот если вы хотите, чтобы вас послушивали, научитесь делиться без наездов. Выражайте свои чувства, выражайте свои эмоции. Брат за всех нас сказал, да? То, что я не то, что тут говорю, что ты у меня в семье так, а у других вообще не поймешь как, да? Нет, у всех у нас одинаково. И нужно уметь высказывать без наезда, без претензий, без того, чтобы ты вот это сказал, и он тоже в тебя такой же растет, да? Оболтус. У меня было раньше один, сейчас два, что с вами делать? Поэтому вам нужно научиться это делать. То есть учиться общаться, учиться высказывания. Это важно женщинам, важно сестрам. Что нам, мужчинам, важно? Нам, мужчинам, важно понять вещи. Мы очень существа гормонально-рациональные. Если мы слышим, что что-то не так, наша голова, она тут же должна рождать ответы. Как сделать так? Если мы не знаем ответов, мы отключаемся и ничего не думаем, да? Но если мы думаем, то мы стараемся найти ответ. И вот женщина говорит нам о своих переживаниях. И мы пытаемся ее прервать, чтобы ей сказать, что надо делать, как ей правильно поступать. И мы же так все правильно и нормально объясняем. Все, что она нервничает, вот то-то, то-то, то-то. Она смотрит на нас и думает, ты что, не понимаешь, что ли? Ей вообще не нужны твои ответы, вот эти вот все. Что ты там мне напридумывал эти решения. Я просто хочу, чтобы ты меня послушал. Мне нужно просто вот, потому что, когда ты меня слушаешь, вырабатывается экситоцин, да? Так называемый гормон близости. Просто послушаешь. И уже это повышает эстроген, это уже снижает стресс. Женщина выговорилась. Ты слушал. Глубокие воды вычерпались. Решилась проблема. Она счастливая. Все хорошо. Поэтому, например, даже когда вот, это молодые мужья думают, вот жена молчит, все нормально. А это ненормально. Ненормально. Она потом заговорит, мало не покажется. Поэтому, ну, понимаете, чтобы не дожидаться извержения везувия, который снесет все на своем пути, да, нужно регулярно супругу выслушивать. Если молчит, братья, тревожный сигнал. Тревожный. Потому что, когда мы молчим, мы не думаем. Когда она молчит, она думает. И, как правило, мысли тяжелые, потому что она молчит. Почему она не любит, когда мы молчим? Она думает, что мы такие же. Вот. Когда она молчит, вот. И поэтому нужно, как правило, женщине, вот, задавать наводящие какие-то вопросы. Надо, дорогая, а вот как там, все на работе хорошо? Угу. Значит, что-то вообще плохое, да, да? А как там это? А вот ты там, а ты вот на маникюр была, ты что, успела съездить? Угу. И все-все такое, да. Слушай, а вот там вот, а у нас сейчас хомячок живет, да, он говорит, а вот у нас вот у хомячка вот это новое, новое вот это колесо, то он как бегает хомячок, нормально бегает. Как вот он бегает, все хорошо, по колесу носится, бегает. Вот. И понимаете, и вот ты начал, а как ребенок? А как вот ребенок? У него все нормально в школе? Я говорю, да понимаешь, вот сегодня мне звонила учительница и сказала, что вот, а она мудрая, тебя должна вести, без претензий, да? Вот сказала, что наш сын такой, ну он же такой умный, да, ну вот он что-то у нас в последнее время не делает домашку, из-за этого там что-то такое. Я вот так что-то расстроилась и думаю, как так? У нас такая прекрасная семья, а тут вот, к сожалению, такие проблемы у нас, и наш умный сын там что-то не, ну как-то вот плохо себя ведет и не отвечает правильно на уроках. Я вот это думаю, вот это переживала, да? И полилась реченька, реченька полилась, воды повычернут, и там начинается, и там это, и то-то. Это просто у нас у мужчин, да? Вот у нас вот это, должно быть следующее, это, это. А у женщины у него там это, и мама моя там что-то, и это, и сестра там, и то-то-то, и наши какие-то несвязанные вещи, ну для тебя несвязанные, да? Вот, вот, и ты, и знаешь, и как я сказал, и тут важно несколько вещей, братья, во-первых, нужно, нужно не давать советы, ну не дай, даже если, например, она что-то говорит, вот у меня просто было много проблем, таких, когда я тут же решил, я же умный мужик, я же сразу ей дам совет, что болтать тут, долго, да? Сразу совет дал, да? Вот, и даже если у вас есть совет, и он на самом деле классный, и то, что касается именно этой ситуации, мне она говорит, сейчас вот сын там, вот тын-тын-тын-тын, не надо, она хочет выразить свои эмоции. Завтра скажешь, знаешь, говорит, дорогая, вчера помнишь, ты мне про сына говорила, что там на учительнице классная там звонила, да? Вот у меня, вот я что думаю, давай как вот-вот, и нужно сказать, как эту проблему решить, но в тот момент, не надо это, потому что женщины думают, что ты ей просто рот затыкаешь, что ты слушать ее не хочешь, ей надо это высказать все, поэтому просто, просто выслушивай, потом, кажется, она что, просто выслушивай, я пока тут, знаешь, в компьютер что-то почитаю, тут ленту посмотрю, вот, там, какую-нибудь игрушку, там, не знаю, в Майнкрафт поиграю, что-что там, ага, вот это не, это не работает, вот, ее надо, чтобы ты слушал, потому что окситоцин вырабатывается, не просто, когда она говорит, а когда к ней проявляет внимание, то есть, это должно быть внимательное слушание, ее нужно слушать со вниманием, стремясь, стремясь вникнуть и понять, вникнуть и понять, поэтому нужно отложить какие-то вещи, какие-то там параллельные дела, или еще что-то, и просто, просто внимательно, внимательно послушать, внимательно выслушать, И таким образом драгоценный весь стресс уходит. Так вот устроено все.